Всем бу! В сегодняшнем видео вы узнаете о аниматронике Глэмрок Фредди. Глэмрок Фредди это главный солист группы Глэмрок Аниматроников. Почему-то к Фредди было всегда приковано наибольшее внимание, несмотря на то, что его коллеги-аниматроники далеко не хуже, чем он, в плане выступления на сцене. Но видать, даже у роботизированных мишек Харизма делает свое дело. Уж все почему-то больше любят Плюшевых. Хотя Плюшевым его не назовешь. Ну и да ладно. После того, как он и его друзья были сконструированы для проведения различных шоу развлекательного характера в виде пения песен и игры на живых инструментах, успех заведения Пиццаплекса шел далеко в гору. Но в какой-то момент, как мы все уже с вами знаем, охранница по имени Ванесса стала одержима глитч-трапом, вирусом Уильяма Автона, он же серийный убийца. Под его контролем она получила доступ к Пиццаплексу, чтобы начать восстанавливать тело Уильяма и продолжить его грязную работу. Все так же лишат жизни ни в чем не повинных людей. Подкинув команде Анны Квемта зараженную плату, после сканирования которой в систему Fazbear Entertainment проникает вирус, девушка, прикинувшись техникам, запросила доступ к системе и успешно получив его, начинала управлять аниматрониками, используя их в своих корыстных целях. И так с помощью Глэм-Рок Фредди она расчистила путь к старой пиццерии Фредди. Однако это отразилось на аниматронике, ведь он в какой-то момент взял и осознал себя, а все потому, что стал одержим. И нет, речь не идет об осознании своей души, своего происхождения и так далее. Но какие-то процессы в его мышлении начали проявлять сопротивление приказам, которые ему отдавала Ванесса. Во время очередного шоу Фредди внезапно выходит из строя и отключается. Было ли это сделано специально, чтобы в дальнейшем как-то его перепрограммировать, переделать, чтобы стереть его сознание и настроить его так, чтобы он выполнял все приказы, порученные Ванессой? Сказать не скажешь. Возможно, его и сломали, намеренно, так, чтобы он не знал, чтобы не пытался дать отпор. Отведя его обратно в комнату, Фредди через какое-то время проснулся в бессонном режиме, но с ограниченной энергией. Дальше он встречает Грегори и помогает ему спрятаться от Ванессы. Несмотря на то, что Фредди показал себя добрячком по отношению к Грегори, периодически агрессия все-таки в нем прослеживалась. И он мог даже напасть на мальчика, словно дикий зверь. Никогда не знаешь, что у него на уме. Но такие инциденты случаются только тогда, когда Фредди теряет свой заряд энергии и безопасного режима работы. Впрочем, если не брать в счет его глюки, которые происходят из-за сбоя программы, то он вполне хороший и дружелюбный. И это можно наблюдать на протяжении всего того времени, которое он провел с Грегори, спасая его от злобной ванни. То, что из себя представляет Фредди, мы уже знаем. Порой у него срывает крышу, но в принципе, Миха – это добряк с оранжево-коричневым окрасом. Были и другие модели Фредди, но этот сделан намного качественнее и прочнее. Да, и искусственный интеллект значительно прокачался. Его корпус состоит из металла и незначительного количества пластмасса. Для сравнения, к примеру, его предшественники были сделаны из алюминия. Этот же мишка сделан из прочной стали. Да, он стал тяжелее, и пол под ним прыгает, когда он резвится на сцене. Но зато он лучше переносит урон. Также у современного Фредди появились новые, более навороченные аксессуары, включая одежду. Какова будет дальнейшая судьба Фредди, пока остается неизвестным. Может быть, этой истории когда-то придет конец, а вместе с этим мы сможем наконец-то поставить точку там, где была запятая. Я хотел бы увидеть положительный конец всей этой кровавой заварухи, где Ванесса придет в себя от одержимости, а злой дух Уильяма уйдет в небытие, где ему и место. Аниматроники пойдут на металлолом, вирус будет уничтожен, а Грегори и Фредди будут жить под одной крышей. Домашних роботов еще никто не отменял. Япония и Китай тонут пример. Проникаясь к персонажу Фредди, порой хочется даже верить, что это не робот, а живое существо как человек. Ведь его осознание самого себя, пусть и частично, заставляет нас воспринимать его как друга, а не машину. Продолжение следует...